Ощущение надвигающейся войны. Было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Ну конечно, я тогда что пацанок был, в Бальмите меня 17 лет не было, а в сельском месте не жил, там ни радио, ни телефона, и света не было, ничего, там эти лампочки горелки, керосинки, тогда не было там света, ничего, а это 50 лет, 50 километров отсюда, где я жил. Может там деревня, вот казанка тут есть, ну вот. А из чего складывалось ощущение, что война надвигается? Ну как тебе сказать, тогда что пацаном было, я слышу, значит, стали взрослые, говорят, что война должна быть, жаловались, говорили. Ну мы пацанами, так слушаешь, ага, а какая-то, чего война, да, вот, ничего, вот, стали вот так вот, говорим, это пацаны-то, вот. А как относились ваши близкие вот к тому, что началась война? Ну когда это были, так сказать, да, стали, значит, ну как бы сказать, ну плакали, значит, это тяжело так бы, да есть, вот. Вот, как мы остаёмся, да, ну так особенно, в городе-то я тогда не знал ничего, вот, а в сельском месте-то я уже знал, там уже, которые были уже взрослые, вот, брали в армию. Все эти жёны, допустим, они замужем были, когда-то женаты были, всё, у них дети плачут, кричат, там, ну и остальные, и, значит, колхозники, вот, это, как сказать, ну, мол, тяжело будет всё, вот. А сами речи Сталина слышали 3-го июня, сами речи Сталина слышали, которая была 3-го июня 41-го объявления войны? А это было, ну там как-то там написано, допустим, вот, газетам нам, допустим, пошли, я их не читал, я не видел их там, вот, и радио Сталина тоже, от никакого у нас это, то, где я, это, считай, 50, 51-го, 41-го война-то начала, тогда у нас ничего не было, ни света, ни радио, ничего, значит, ни газеты, вот, я не знаю, там, получал ли это, допустим, председатель колхоза, ну, как ли там, получали, не получали, вот, блин. Ну, так-то, конечно, было, было видно, это, жаловались, это, то, плохо было. А расскажите о том, когда и как вы были призваны в действующую армию? В детскую армию когда забрали, вот, нас тогда брали, это 44-й год, в феврале, в январе, нет, в ноябре, в ноябре, в 44-м году, нет. Ну и надо как встали, ну сперва это комиссии все проходили, все, Маягель как вот это родился, у меня воняшки были. Брат, он помер, тоже больные, тоже взяли его, погиб тогда. Ну и это когда в 40 человек взяли, и меня это 1 30 декабря, там написано даже, 30 декабря взяли, и мне направили Ну нас много, нас забрали, и в Прокопьевск мы приехали, но комиссии проходили не только на этой, на школьной, вот, 3 раза комиссии проходили, и потом это, так сказать, мы начали приезжать в Прокопьевск, какого-такого, вот, с весна, вот, мы приехали в Прокопьевск сюда, в военкомат, вот, а их было 2 военкомата, сельский и городской, вот, значит, я в сельской работал, жил, то я, это, сельский сельсовет, ну и нас в текста собрали, ели туда, у нас осталось. А какая минута была самая трудная для вас, вот показалось, на войне, самая опасная, тяжелая? Ну тяжело было, когда мы, это, охраняли, это, пошли, это, ну, когда нас привезли, это, на границу, вот, ну, здесь, допустим, я-то, когда приехали, меня, это, меня забрали, в Бетск мне привезли, в Бетск нас привезли, вот, где-то, ну, да, в декабре месяце, в Бетске привезли, вот, вот, и, я, меня, это, настроили, как сказать, в, это, в пулеметную роту, вот, в пулеметную роту, вот, в пулеметную роту, и жили мы, как сказать, в, это, погребах, домов не было, ничего, просто, земля выкопана, вот, это, два-три метра глубиною, вот, сверху землей, вот, и 200-200 метров глубиною, я, скажем, длиною, вот, длиною, вот, и, значит, 200 человек, нас, роту 200 человек, землянки, да, вот, землянки жили, вот, 200 человек, оттепляния там никакого не было, вот, своим воздухом пились, вот, и потом, это, вот, на этой роте я пробыл, вот, это, с месяца, то есть, мне там назначили, это, взяли, это, учиться на власть и командиров, вот, там же пришли, значит, офицеры, вот, у нас 200 человек рота, и вот, из 20 человек, 5-ых только взяли, и все. Расскажите о подвиге, которому вы были свидетелем, такой, самый запоминающийся. Ну, а, это, обычно, когда, вот, на границе были такие, пошли бились, вот, это, это, сдавались, вот, ловили мы их, вот, только в одной, это, когда были охраняне, там же, это, по несколько человек, вот, там было, вот, по границе, вот, вот, если я плохо говорю, так, вот, эти япошки, которые, значит, хотели, значит, хотели к нам подбегать, вот, а мы же не знаем, вот, где-то, да, что бежит-то, понимаешь, нет, мы его, говорит, как-то, бежали, это, ну, с солдатами, и он, значит, увидал, видно, вот, или, это, старался, или как-то нас поймать, или что-то такое, понимаешь, мы увидели, значит, да, и давать до него, вот, и нам тоже как-то неудобно стало, вот, на него шуме встречать, бить тоже, а все было, чтоб их, это, не убивать их, вот, с живьем их не убивать, вот, вот, такое было, вот, меня, вот, потому что они, это, ну, так рассказать, как-то, это, вот. А какое самое радостное, вот, для вас было событие, вот, когда все, радость такая, вот, самое-самое? Ну, вот, когда же война кончилась, когда кончилась, я помню, это, где-то в августе, в сентябре, их мы их быстро разбили, вот, вот, и вот, когда сказали, что, говорит, нам, что объявили, все, больше нет, вот, и, вот, вот, ну, и мы, значит, это, зарадовались, такие, вот, то, что, это, ну, водку там, конечно, не давали, вот, никаких, вот, что-то, что-то такое, но просто это, это, водички попели, и все от радости, вот, вот, были довольны, были, вот, дальше давали плясать, вот, радовались. А какая вот для вас награда, вот, вы считаете, самая дорогая, вот, самая близкая к сердцу, Поград много, можно посмотреть. Ну, медали имеешь, у меня, какие-то, это, это, вот, победы над Германией и победы над Японией. А какая самая дорогая, вот, для вас, лично для вас? Ну, конечно, у меня обои дорогие, вот, что за Японию, что за Германию, вот, 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 я, несмотря, что в Германии там не служил, там, это, не воевал, но мне все равно дали победу, это, победу над Ярманией, вот, потому что наши войска, воинская часть, эти войска, вот, вот, мы, как бы, охраняли с Владивостока до Москвы, вот, это мы за все, это, за все, это, за все мы отвечали, вот, и поэтому, это, это, нам не дали, дали за победу над Германией, вот, а они каждому не давали. Вот, вот, ваше личное оружие, чем оно было для вас на фронте? На оружие, лично, ответом, у меня было пистолет, было, вот, специально, когда, вот, подсказка, это было, на церковь, там, подсказка было, и у меня, это, селу солдатам давали, начали, оружие, это, как и бинтовка, и особенно, был у меня пистолет с собой, с собой было, и было это, еще, две гранаты держали с собой, но это, когда уже, что, в больнице было, и хоть, когда, после войны, все равно было, это, с собой пистолет был, а вот сомнения в победе вообще были, нет? А? Сомнения в победе были, нет? Да, а как же, вот, все даже, это, старались, чтобы быстрее, быстрее разбиться, вот, было такое, вот, вот, даже, это, рады были, чтобы быстрее, быстрее разбить, вот, а все же мы пацанами, что были, вот, кого я там, я понимал, вот, там, хоть, допустим, если бы в городе жил, вот, что-то больше понимал, а в сельском местном, кого там, вот. А расскажите о своих командирах, кто вам из них больше всего запомнился, и почему? Ну, командиров у нас тоже много было, вот, много командиров, когда война была в Слепошке, тогда один был, командовал, вот, командир, допустим, полка, или, значит, позвонил майор, или подполковник, вот, ну, сейчас фамилию я всех не запомнился. Нет, а вот кто запомнился именно? Вот, 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 был, это, майор был, вот, командовал, вот, допустим, это, роты, сейчас-то я не знаю, как, а вот тут раньше-то был, вот, командир роты, там, командир отделения, вот, и прочих, вот, командир роты был. А фамилию я знаю, говорю, забудь, вот, в Америке, вот, может, вот. И что, когда, допустим, еще на границе были, вот, то, конечно, еще что-то чувствуешь, такой, это, командира, вот, а когда это уже кончилось, понимаешь, нет, там уже, это, на одном месте, это, не живешь, вот. Вот, допустим, в Киселинске ты пробыл месяц-два, вот, все тебе направляют, значит, в Новохузнецк, вот, там, значит, прожил, ага, чтобы на одном месте ты, это, как бы сказать, не общался, значит, его, вот, и тебя, чтобы вы не знали бы, вот, и отправляют тебя, значит, в другой город, вот, допустим, я на Востоке там пробыл, вот, я почти все города, я почти все знал, вот, и всех там был, вот, и на северном. В последнее время, в город Совгавань, вот, Татарский пролив, там полтора месяца и там был, вот, это все было после войны, это было. А вот, ваше личное отношение к Сталину, вот, какое было в период войны и после? Ну, Сталина, конечно, есть, это, относился, ну, все относились, даже и сейчас до сих пор, вот, знают, которые участники, вот, они все за Сталина, вот, некоторые просят идут, вот, даже по телевидению показывали, я говорю, если бы Сталина не было, вот, вот, другой бы руководитель, вот, тогда, не знаю, как было бы, вот, а он был очень такой, это, вот, это, преспределительный, вот, ну, что, это, как бы, все знал, вот, знал, это, указали, как сказать, это, ну, как, относились к нему, вот, хорошо к нему относились к нему, вот, все указы, приказы, все управлял, вот, вот, это Сталина, Сталина, ну, вот, и, вот, я. И он, я бы сказал, допустим, это, я, это, что я, это, за него, вот, хорошо относились мы все, вот, и Яхватии, остальные, вот, или, по телевидению показали, сколько, вот, и все были все за Сталина. А были ли в вашем роте или, ну, где вы служили люди разной национальности? Ну, когда я на границе был, там были тоже русские, такие были 12-ти, меньше, больше русских было, а когда уже после этой эпохи не закончилось, а потом нас уже оттуда вывезли, вот я помню, в октябре месяце нас в границе вывезли, и сюда на Восток, только что восточные, но там уже эти солдаты еще больше стало. По гарнизонам стали жить, вот, в автардном гарнизоне, допустим, там 200 человек, вот, тогда и по-тругому все, сейчас не знаю, как это делать, потому что раньше было, вот, дивизия, вот, допустим, Хабаровская дивизия, вот, ну, Кузнецкая, допустим, Хабаровская дивизия, Кузнецкая, там тоже дивизия, и даже эта дивизия, батальон, вот, на три части распределялась эта часть, вот, дивизия, вот, батальон, еще так называлось, вот, это, все-таки, да, и все-таки войсками болеют, вот, да, и по городам. Вот, в Хабаровске было даже две дивизии, вот, и батальон, вот, а потом Кузнецкая, когда война закончилась, с Левашками, Курпу Восточному, с Курпы Восточной я там пробыл, и это, и год, и что, и мне давали, другое, город направили, свободный, Чета, вот, и прочее, Потом он дошел до севера, до города Савгалы, Татанский пролив. Там весь Бальневосток, весь Лето пробил. И в самом Японское море, был даже Японское море, хоть уже война кончилась, Японское море было. И тоже там наши части, тоже охраняли, тоже войскам БД. А как Вы оцениваете нашу боевую технику? Какое она качество была? Хорошая, нет? Да, как у нас была эта, в поисках БД, вот, у нас Татанский пулемет был. Татанский пулемет, вот. Его охраняли, как бы сказать, защищали, это, три человека, это была, это... Бригада? Да, вот. Первый, это, первый, потом второй и третий, три человека, понимаешь, я их у вас. Первый номер, второй и третий, вот. Потому что он разбоялся на три части. Сам пулемет, тело. Он Вас задерживает уже, наверное? Нет, нет. Сам телефон, просто, тебе там... Вот, девочки, угощайтесь. Угощайтесь. Правда, конфеты, вот, недавно брали, они, в общем, вот, твердые, не знаю, пропали. Спасибо, вот, спасибо. Документы взяли, взять? Ага, все, все. Или будете писать еще? Поняли. Если хотите, пулемет, Татанский пулемет. Спасибо. И в Атоле, это, винтовка. Вот. Ну, за это время там, я говорю, пулемет такой был, потом, как-то, это, станковый пулемет, это уже мы на границе были, вот, а когда эта война-то кончилась, вот. Ну, эти вот, эти, не пулеметы были, а, как его, ну, винтовка, вот. Я забыл, как их называется, винтовка, потом еще карабины, вот, прочее, вот, такие, разного вида было, вот. А как вам удавалось не падать духом, поддерживать воинскую дисциплину? Ну, как, ну, допустим, когда у вас бываешь вот, вот, ребятами, что там, это, получат, это, это, из дома письма, и что там делается, они, вот, там, видишь, вот, упадет и лежит, ага, и заплашет, еще вот с тобой, вот, там, дома вот так, вот. Такой неприятный, ну, как-то, начнешь с ним, тоже, начнем разговаривать, ему говоришь, вот, зачем ты, вот, ну, ему указываешь, так сказать, ну, говоришь ему, зачем ты это, вот, ну, жалеешь его. Ну, поддерживали, успокаивали. Да, успокаивали. Много чем там было, всякого. Как вы отдыхали на войне, вот, что, затишье, когда, как отдыхали? Ну, как, если, ну, конечно, во время войны, там, конечно, уже на границе, мы этого и так там не делали, не плясали, некогда было, там, плясали, и что-то такое, вот, когда война-то закончилась, и мы, значит, с границы-то ушли туда, нас освободили, вот, а потом уже жили по этим гарнизонам, вот, при батальонах, в дивизиях и прочих, там это мы жили, там уже, значит, свободное время, вот. Ну, и, значит, я, тут, это, балайки были, горошки-то, вот, пели, песни пели, вот, кино ходили, вот, радовались, ходили, вот, не каждый день нам давали, допустим, в воскресенье, допустим, с 8-10 утра и до 12 часов вечера, вот, это выходной день только один раз, вот. А такие дни уже тебя нас не пускают, только вы ходите в своей, это... А у вас ранение есть? А? Ранение? Ранение было, да. Значит, не было. А в плену, вот, как относились к людям, которые, вот, были в плену, может быть, тот из ваших знакомых оказался в плену? Ну, пленных, чтобы не, как бы сказать, это, таких не было, чтобы пленных было, чтобы у нас, хотя бы я был, там, у нас не было таких, чтобы это, кто-то, это, попался в плен, не было у нас. А со случаями дезертирства сталкивались вы? Нет, таких у нас не было, чтобы дезертирства, где-то, может, других таких еще, но во всяком виде у нас этого там не было. А какое личное ваше отношение к дезертирству? Ну, дезертирство, у нас, это, которые убегали, солдаты, были такие, по-первых, солдаты были, вот, помню, один на нас убегал, вот, это еще в 45-м году, один убежал, вот, счастье. Его поймали, на трогой день. Ну, и все, а там, значит, это, такие указы были, значит, ты что-то нарушил, вот, вот, давали страх в срок. А этого, которого поймали, его, он домой убежал, и он направился, вот, пошел в сельсовет, он в деревне, пошел, вот, родители пошли в сельсовет. Вот, а вот, вот, так-то, как он на соль, где-то, в деревне, значит, там, как писали, все, и на другой день же, в этом уехали нашли. А что вы знаете о союзниках СССР? Ну, о союзниках я мало о чем знал. И помощи никакой не получали? Не видели танков, импортных? Нам ничего не от такого не помогали. То есть все советское только было? Все было. Все засекречили, это все было. А как вы встретили День Победы? Первый раз, 9 мая, День Победы, Первый. День Победы, как я помню, 12 апреля. Нас привезли отсюда Еберска. И туда это, на вас не помню. Нас привезли, как помню, 12 апреля. Вверху с нас приехали на полный эшелон. Ты не знаю, тысячи людей сколько-то было. И техника с собой была. А вот, а вот, а вот, и все это, и все это. И с собой. И до День Победы, мы приехали в День Победы. Помню, 12 апреля. И мы приехали в День Победы. Где-то 8-го, кажется, в мае. Приехали. А 9-го, нам уже, мы уже знали, что это, Москва, так сказать, это, Победа. Победы наши. Вот. Победа. Вот. А мы-то поездом ехали. И нас до Иркутска довезли, и нас всех высадили. И тут 9 мая мы это, встречали, это День Победы. Вот. Там все, не знаю, вот, там, реву там было, это, как сказать, радуги такие, понимаешь, с ней. Вот. Походили там, там, славники, солдаты, понимаешь, с троями, вот, понимаешь, ходили. Песни пели, понимаешь, и вот, все такие довольны были. А вот все, вы отслужили, война кончилась. Как вас встретили дома или встреливали кто-нибудь? Ну, тоже мне родители, да, жили так, в деревне жили. Вот. И в 51-м году я приехал домой. Ну, у меня сестры были, вот, тогда нас ушло. 8 человек, да, 7 человек на 2, 5 сестер, и нас, и 3 брата было, что-то было, вот, сейчас вот, сейчас нет их уже, 8 дур было у нас, у родителей. И вот я домой приехал, вот, так же в деревне приехал, сразу приехал в Прокопьевск, вот, когда ехал, оттуда он, уже на севере служил, я в Покст, был, батальон, в Хабаровске, вот, я с севера, вот, с Рогавани, Татарской правилы, в Хабаровск, приехал, потому что там дивизия была. И вот там и все документы нам дали, вот, кому как-то все написано, вот, и с нами шел, ехал офицер, ехали мы ехали не в Тварняков, а в пассажирский поездом ехали, все билеты нам было выдано, и для каких мы должны ехать, и вот офицер с нами ехал до Новосибирска, он у нас, вот, ну, и ближе, кто поменьше, вот, ну, в общем, до Новосибирска, как он был, это, старший был, этот офицер был. Ну, а я доехал, мне сказали, что я доживу, ехал я до Прокопьевска. Ваши радовались в домашних городах? Да, я когда приехал, тут у меня сестра жила, вот, и одна сетра, одна первая не жила, вот, когда приехал, они даже не знали, что я, вот, да, когда еще не доехал до Прокопьевска, до станции Яшкина я доехал, там у меня сестра жила, эта, старшая, тоже сейчас ее нет жила. Говори, вот. Вот с восьми человек, нас осталось только двое, а эти все погибли, вот, вот. И вот, значит, когда приехал Яшкин, это, вот, там сестра жила, там, старшая, а я ей фотокарочку отдал, да, я, там, басил, я их, как бы, по поле, это, письмо писал и карточку. Вот, ну, я отдал ее, когда приехал, она получила, ну, а потом я, что я искал, я скоро домой поеду, и, мол, и залезу, вот. Ну, к ней, когда я приехал, это, в Яшкин, это, летом, ну, мая, месяц, вот, там, ну, это, дочь на улице была, все там делала, повыкнула, и что, моя военная форма, форма такая, как милиционерская, вот, фуражка, это все, это, одежда была, одежда была, диагональ была у нас, вот. А у других солдат, там, хватает, бумажная, а у нас все диагональ была. Скажите, что вы хотите пожелать, вот, нашей молодежи? Так вот она, я, когда зашел в избу-то, вот, дочь-то была, вот, она, я говорю, эта сестра-то смотрит на меня, а вы к кому пришли, я говорю, как, вот, чем я не знаете, что ли, вот, нет, вот. А потом я, давай, это, в избу зашел, туда, это, в спальню, ну, лежу, моя накладка там, я встал, говорит, вот, это кто у вас, это кто есть, я говорю, а вот это кто у вас, в военной форме-то, а это, говорит, брат, подмещался, говорит, приехать, ну, когда я кто был. Не узнали. А что пожелаете, вот, нашей молодежи, вот, ну, что, конечно, самое главное, чтобы здорово большое, вот, жили дружно, вот, здорово и большое, вот, всего желаю, что хочешь себе в жизни, живите, пожалуйста, вот, чтобы было все на хорошо, вот, и так же мы, конечно, когда и пацанами были, тоже, тоже, пацанами были, тоже, кстати, и вагни там были, конечно, все там дружные жили, вот. А у вас, наверное, вот, старшие братавья тоже почти все погибли? Мы все уже, это, погибшие, вот, мне тут, считай, 83 года, вот, а они-то уже... А они живыми-то хоть вернулись с фронта? Один брат у меня, браты, броняшки мы были, вот, нас, это, его на месяц взяли, а меня, нет, раньше его, а меня на месяц опоздали, это, операцию делали, чтобы дома тут, вот. И потом я, когда мне в Берск, его тоже взяли, и в Берске я с ним встречался, только в другой роде, он был пулеметный, а меня взяли пулеметный, вот. И вот я потом я встречался в клубе, вот, когда уже там я оформился, и все это, это в Берске, это, это, вот, через месяц нас повезли, повезли это, повезли это в клуб, вот. Вот, а тоже жили так, я сказал, клуб, вот, в землятке жили там, вот. И вот потом я его встречал, когда я пошел, вот, а то эти, не было тубочек, ничего, вот, скамейки были, вот. Ну и так лежу, значит, ага, ну, Саша, это ты, что ли, ага, этот брат, вот, ну, как в Берске, например. Ну и все, мы тут встретились, а то, как разобрались в наш казарм, а их казарма, ну и все, мы, значит, с ним общаться, и вот. И вот, и потом я стал к нему, я говорю, приходи к нам в нашу роту, вот. Ну и все, значит, с начальником, с офицером договорили, и все, и они тоже согласны были, чтобы меня, его ко мне, а он милемет такой, милеметный, там тяжелее. Спасибо. Спасибо. Спасибо.